Из того меньшинства, где Всевышний Аллах сказал, «Ва калилю мин аибадия шакур, мало из моих ларабов, благодарных мне». Быть из этого меньшинства, вот этого мы хотим, от Всевышнего Творца, Субхану А.Т. Если человек поймет это, после этого это что? Он побуждается, хочет, скучает по Аллаху, Субхану А.Т. Когда познакомится с Аллахом, как он великий, какой он милостивый, милосердный, по отношению к всему своему творению, он захочет приблизиться к Аллаху, Субхану А.Т. через земной поклон. Поэтому, когда ночью просыпается, аль-хамду ля, человек, мы это постоянно повторяем и говорим, в первую очередь самому себе, когда человек просыпается, в Аллахе, только по милости Аллаха может к этому относиться. Кто-то просыпается, начинает свой телефон брать, кто-то телевизор смотрит, кто-то харамным занимается, кто-то кому-то звонит. Но есть категория людей, оставляет свою семью, позади себя за спиной, своих детей, свое имущество, свое богатство, ищет, где находится комната омовения, заходит в комната омовения, берет водой, его грехи стираются, то, что он совершил из мало грехов. После этого он ищет намазлык, нашел намазлык, постелил его, ищет, где направление. После этого, говорит Аллаху Аквар, Аквар в аятах читает в Кур'ана, аятах, тем самым он желает то, что Всевышнего Аллаха, желает милости Аллаха, прощения Аллаха, и боится наказания Всевышнего Аллаха. В тот момент Аллах его видя, слышит, ближе к нему, чем сонная артерия. Поэтому Аллах, сказал, Зумер, сказал, сурат Зумер, أمن هو قانит آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رمبه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب Всевышний Аллах говорит أمن هو قانит آناء الليل тот, кто искренно себя ведет в глубине ночи. Просыпается, встает перед Аллахом سبحانه الليل он убежденный, то есть его ничто не отвлекает, он хочет к Аллаху, скучает по Всевышнему Аллаху سبحانه الليل قانит آناء الليل قائما وساجدا стоит, выставит намаз, читает قرآن ساجدا делает земные поклоны يحذر الاخرة при этом он боится наказания судного дня وَيَرْجُوا رَحْمَةِ رَبِّهِ и он надеется на милость Аллаху سبحانه وَتَعْلَى после этого Аллах говорит سبحانه وَتَعْلَى قُلْهَلِيسْتَ وَاللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ يَعْلَمُونَ могут ли быть одинаковые знающие и незнающие знающие которые Аллах сказал в Кур'ане в этом аяте это не те люди которые могут читать и писать незнающие это не те люди у которых нету образования диплома о высшем образовании это все تَعْلَيْقْ لِلْحُسُولِ على الدُنْيَ это все так скажем пути чтобы что-то из этой жизни заработать الدُنْيَ однако те кто يَعْلَمُونَ знают مَنْ عَرَفُ اللَّهُ وَجَلَالَ это те кто познали Аллаха Его величие вот эти знающие люди знание это не через много изучения уважаемые братья это не через много чтения писания и так далее знание это نُرُ اللَّهُ يَقْذِفُ فِي قَلْبِي مَيَّشَ это свет Аллаха вселяет в сердце кого пожелает Субхану Ва Та'Али когда человек сможет это понять прочувствовать тем самым он перед сном читает Ташсир Кур'ана аяты يَمْلَ فُعَاد يَمْتَلِي его сердце заполняется этим богатством Кур'ана и этим аятами он поднимает ложится спать и ночью эти аяты читая спокойно тем самым الحمدلل вспоминая Всевышний Аллах Он становится благодатным когда он таким становится он желает стремиться к тому что уготовили для него у Всевышнего Аллаха надеется на милость Аллаха и боится его наказания и это его побуждает тому чтобы он становится баракатным и это побуждает тому чтобы из него исходила благодать по отношению к другим потому что он желает Аллаха желает то, что уготовлен для него Всевышнего Аллаха.